Квадроклуб Одинаковые цели, поставленные задачи, то есть интересы и увлечения, которые совпадают. У нас наш ноябрьский квадроклуб организовался как, можно сказать, с бухты-барахты. Катались все самостоятельно, там по 2-3 человека, у кого имелись там квадроциклы, покупали. Это в первую очередь, что квадроклуб, это клуб любителей квадроциклов. Четырехколесные, полноприводные, проходимцы, так сказать. Проходимцы. Ну хорошо, расскажите, как вы вообще организовались? Организовались мы очень просто. Сначала ездили 2-3-4 человека, друзьями, товарищами, ну и потом в какой-то прекрасный момент просто там встретились на заправке, кто-то в городе встретился. У каждого есть телефоны, есть там замечательные группы, социальные сети. Ну и начали переписываться и совместно там делать покатушки. Ну и каждая покатушка у нас было прибавление в нашем, как сказать, квадросообществе на этапе проходимцы, как мы их потом назвали в дальнейшем. То есть комьюнити начало обрастать новыми участниками? Да, да, да. Мы начали расти, увеличиваться, там присоединятся различные люди, товарищи, коллеги. На данный момент, вот на сегодняшний день 49 человек у нас в нашем квадроклубе на Ябрьске проходили. То есть это постоянные участники? Да, это постоянные участники. Ну кроме того, там, допустим, вот у нас там полтора месяца назад присоединились к нам наши соседние товарищи с города Сургута, которые тоже там не прочь покататься, приезжают. Вот они сейчас нас приглашают тоже там на закрытие сезона. У них там свой, собственно, клуб. Да, у них тоже свой квадроклуб. Я так понимаю, что это вообще на всем Ямале и вообще в Тюменской области, в каждом городе есть какое-то такое определенное объединение людей, которые любят там мотоциклы, квадро, снегоходы или это вот прям всего лишь несколько городов? Вы вообще общаетесь с другими комьюнити? Ну, конечно же, общаемся, там, отслеживаем их ролики по интернету, с кем-то созваниваемся, там, запрашиваем друг у друга мануалы, ремонты. Ну, как без этого? Без этого мы никак не можем. Вот, там, знаем, допустим, кто, когда, там, на какие соревнования поедет, там, где кто проводит. Мы, допустим, к себе приглашаем кого-то покататься на выходные праздники, длинные майские праздники, там, какой-нибудь длинный марафон устроить. Ну, к сожалению, не у всех получается, все у нас, как сказать, занятые, рабочие, там, выходные, семья, там, дети. То есть, кто, когда сможет, тот тогда и собирается. Ну, могу я сказать, что если такие длинные затяжные праздники или есть же выходные, то мы собираемся, там, не меньше 6-7 квадроциклов, это постоянно стабильно. Вот так вот. Что делаете? Выезжаете на природу? По бездорожью? Собираемся изначально, как это наша любимая поговорка. Мы сначала собираемся на лыжной базе, на большой площадке, здороваемся, приветствуем всех. Ждем тех, кто не успел, кто-то с работы, там, торопится, отпрашивается, даже пусть выходной день. Вот. Ну и потом, соответственно, совместно, там, при общем мнении выбираем маршрут, потому что кто-то, может быть, там, не хочет сегодня, там, долго задержаться, уехать в какие-то дебри, болота, пропастье, там, на сутки, не дай бог. А есть уже какие-то излюбленные у вас маршруты? Конечно, есть. Это, как говорится, беседка наша, любимая, вдоль газопровода, которая идет на Светлое озеро. Вот. Вокруг Светлого, в сторону Жемчужного, обрыв вот этот замечательный, где постоянно солнце, а летом вообще там нет комаров. Ну, есть такой сложный, сложно проходимый маршрут. Этот маршрут называется Мантитяй в простонародье у нас, мы его называем Мантитяй. Это есть озеро такое. Тютюм Мантитяй находится, оно за городом, оно примерно по величине, как весь Ноябрьск. Туда только на вертолете летает или там на каких-нибудь там болотоходах проезжает. На рыбалку. Дорог нету, просто тундра, болото, лес, пересеченная местность, речки, там бревна рубим, чтобы мостики сделать, перебраться. То есть вы форсируете прямо в рейки? Да, и мы с утра собираемся, если мы туда все готовы, живы-здоровы, дай бог, выезжаем и едем, просто туда пробиваем тропу. И сколько вас занимает вот путь туда-обратно? Насколько обычно ездите? Ну, если большое количество людей, ну, порядка 7-8 часов мы туда едем, ну, мы как едем, мы же не ставим цель там, как дистанцию марафона преодолеть. Мы едем, смотрим, фотографируемся, снимаем видео, перекусы останавливаемся, там, кого-то вытаскиваем, кто-то подремонтироваться захотел, там, кто-то в сторону отъехать посмотреть, а что там в лесу за дорога, а что там за заброшенный какой-нибудь там куст или нестраждение. Ну, а при этом, например, находитесь, рыбачите? Конечно, конечно, у нас есть, да, у нас есть в группе, наверное, большая часть рыбаков, охотников, даже те, кто перед покатушкой, которая там намечена чуть ли не на сутки, они обязательно в 4 утра съездят, отстреляются, потом в 9-10 они уже в строю, вот. Ну, ружья, конечно же, берем, когда разрешена охота. Приезжаете на озеро, ставите палатки? Да, там можем поставить, там, уху, палатку, ну, мы в основном приезжаем на такие места, там, где уже установлены какие-либо там строения, в которых можно переночевать. Охотничьи домики? Охотничьи домики, общие домики. Много там таких? Смотря в какую сторону поехать. Ну, если на нашей, как в простонародье, мантитяй, мы знаем там 3 таких домика. Роман, скажите, вы участвуете, ваш клуб участвует, в каких-либо соревнованиях проводятся они вообще? Есть у нас какая-то активность на Ямале, вот, если говорите, в частности? Честно говоря, активности вообще никакой нету. Соревнования проводятся так между собой, как в разных городах Ямала, самостоятельно собираются там, соответственно, тот, кто собирает, тот и спонсор, и организатор, соответственно, организатор-спонсор. То есть, по сути, такие локальные тусовки, да, Аннис? Да, 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 да. Там смешанные 4 на 4 квадроциклы, Нивы, Бронты, Уазики, Джипы, там, и Джиперы, и кроссовые мотоциклы. Вот одно из таких, как сказать, мероприятий у нас проходило, как бы не ошибиться, в августе, в начале августа месяца, называлось оно «Телега-трофи». Ну, там, как принимали участие соседи ХМАУ, ну, и наши ЕНАУ. У нас проходило в городе Ноябрьске, это вот проходило за объездной дорогой, которая идет на Дальнее СМП, за железнодорожным мостом. Проходило оно в течение трех дней. Ну, в основном там принимали участие 4 на 4, это машины, автомобили. Автомобили. Квадроциклисты, как таковые, просто приехали, там дорожки попробивали с вечера, днем покатались, посмотрели, пофотографировались, как машины застревают. Ну, особо таких соревнований у нас нет. Но вот это соревнование, которое было, оно спонсировалось с администрацией, или это все также участники? Нет, нет, это участники, в том числе и наш коллега-товарищ, квадроциклист, выступал спонсором данного мероприятия. То есть, никакой поддержки, мы никому никогда не обращаемся, у нас самостоятельный, как бы, клуб. И нас пригласили поучаствовать в акции, помочь ребенку, больному, Артему, собрать деньги. Мы, сколько нас смогло, участников приехало, мы выставились на центральной улице, поставили копилку, ну, сбор денег, ящик, и собирали деньги. То есть, мы это все совершенно делали безвозмездно, на добровольной основе. То есть, все желающие выставились, и все, кто хотел, они делали фотографии, селфи, рельфи с квадроциклами, там, заводили дети, газовали, там, ну, и добровольно, там, кто хотел, делал пожертвования в помощь ребенку. Скажите, вот, немножко про технику, чем вообще отличаются квадроциклы, какие существуют классы, и, ну, если вы в курсе про снегоходы, тоже можете рассказать. Надо определиться, определиться, для чего ты берешь квадроцикл, и из этого можно уже разговаривать, какой нужен квадроцикл, для чего. То есть, если ты берешь просто покататься, посадить сзади семью, там, съездить на шашлыки, там, посмотреть, как птички летают в лесу, то есть, по просеке покататься, то, соответственно, здесь можно любой квадроцикл брать, ну, чтобы он был, соответственно, там, двухместный. А ультилитарные это вот? Утилитарные, это утилитарные квадроциклы, это которые... На все случаи жизни вообще? На все случаи жизни, ездят по болоту, заезжают в гору. Они небольшие по размеру? Ездят, размеры у них бывают разные. Тоже разные. Ну, в принципе, они там все примерно, там, полтора на метр восемьдесят, где-то так, метр сорок на метр восемьдесят. А кроссовые? Кроссовые, у них уже, там, получается, не... резина не такая более, не более подготовленная для грязи, а более для дороги, песка, дюн, там, прыгать. Это вот на кросс-трассе, да? Кросс-трассе, да, делать свечку с места, там, ездить на двух колесах, там, боком, задом. Финтить. Финтить. У нас, кстати, есть, у нас один товарищ, Павел, у него утилитарный, поломался, пока ремонтирует, он говорит, а почему бы не купить кроссовый? Сейчас он, где мы ездим на утилитарных по грязи, там он на кроссовом, где он не идет, он там его тащит или он у него пролетает просто через все буераки. Ну, в общем, это... Совершенно разные, да, совершенно разные это вещи, надо определиться, понять, с чего. У них, в основном, как их распределяют, по кубикам, допустим, существует там 250 кубиков, 350, 550, 600, 800. Вы говорите про кубический метр, объем двигателя. Да, объем двигателя, да. Ну, и, соответственно, вес квадроцикла. Я, допустим, как вот загорелся этими квадроциклами, это было 4 года назад, когда здесь проводились такие просто городские покатушки, соревнования на озере Ханто, в районе озера Ханто. Ставили там дорожки, препятствия, змейкой проехать, переехать через бревна. Я посмотрел на это все, и в этот же вечер я пошел, купил себе квадроцикл. Заранее, да, я заранее, когда вот видел вот эти соревнования, я уже определился, что я хочу, какой квадроцикл. Он мне служил верой и правдой 2 года. Сейчас этот же квадроцикл хорошо в строю в нашей группе. У нашей коллеги, у Виктории, она у меня его попросила, выпросила, не хотел его продавать, надежная техника. Сейчас она катается. То есть вот этот квадроцикл, который я первый приобрел, я считаю, что это первые базовые навыки, необходимо накатывать именно на таком квадроцикле. Ну сейчас, конечно, я купил себе помощнее, и пару лет вот уже я езжу на таком. Насколько я знаю, что в основном такая техника, она вся от зарубежных производителей, но сейчас на рынке появились российские производители. В том числе, насколько я слышал, в программе импортозамещения, то есть производят какие-то очень хорошие русские квадроциклы. Вот вы как вообще считаете, это достойная техника по качеству? Вы пробовали как-нибудь на ней кататься, либо просто слышали о ней? Конечно же, пробовал, катался, слышал. И что скажет ваше мнение? Читал очень много, видел роликов. Мнение у каждого свое. Изначально повторюсь, каждый выбирает себе квадроцикл по целям. Но могут ли они хотя бы сравниться с зарубежными? Честно говорю, что человек, если покупает квадроцикл для себя, он понимает, что этот квадроцикл отечественный, импортный, там, независимо от того, как он его поломает, как он захочет там газануть на нем, как он захочет в болото засадить его, насколько он захочет там перевернуть его там. Ну это же все денег стоит. Купишь отечественный, соответственно, у тебя запчасти и цена на запчасти будет дешевле. Купишь импортный, у тебя будут запчасти дороже. Ну еще вопрос в том, насколько тебе часто надо будет ли запчасти менять? Ну, ломаются они все одинаково. Быстро? Нет, не быстро. Не быстро? Они ломаются так, как ездит водитель на этом квадроцикле. Если ты захотел его сберечь, там, оставить детям, внукам, то ты, соответственно, будешь ездить просто между деревьев, там, по песочку, подъехал к озеру, прокатился с ветерком. А если ты захочешь получить какого-либо экстрима, там, ты обязательно без поломок ты из затяжной прогулки на этом, как не прогулки, можно сказать, а экстрим-трофи-рейда, которые там бывают у нас, там, пробиваем дорогу, никто не приезжает без поломок. У всех бывают поломки. Где-то ремень подгорел, где-то пластик сломался, потому что ты в болоте стоишь непонятно, сколько там грязи, каши у тебя затаскиваются под колеса, под крылки пластмассовые. А часто топите квадроцикл? Да, постоянно. Вот если у нас лето, мы постоянно, если где-то вброд проезжаем какую-то речку, ручей, кто-то воды хапнет, кто-то остановится, кто-то там забуксует. И как вы выходите из ситуации? Достаем лебедку, помогаем товарищам, коллегам. То есть, где не бросаете? Сразу же, получается, ремонтируем у нас и бензин, и запчасти, и ключи, у нас все, все у нас есть. Ждете новых участников? Будете выступать где-нибудь? Собираетесь ли? Куда-нибудь, может, поедете? Конечно, конечно, мы рады только за, чтобы к нам вступали в ряды совершенно адекватные, честные, заинтересованные люди, которые там хотят покататься, вступить в наши в ряды, общаться, ремонтировать, кататься. Ну, вопрос касаемо, будем ли мы где-то участвовать или не будем, это у нас пока такой насущий, открытый вопрос. Будет ли где участвовать? Будем ли где участвовать? Ну, вот опять наши коллеги и соседи из города Сургута, они нам предложили закрыть квадросезон, вот, и пойти уже на снегоходах кататься. На следующий год они предложили сделать совместно, нам собрать с Ямала всех квадроциклистов, всех, кого мы знаем с других городов Ямала, не только с Ноябрьска, и встретиться всем в городе Сургуте. Как сургутчане обещают, что безвозмездно нам помогут доставить технику на место соревнований и обратно, ну, и если мы там понесем какие-либо там потери, то это нам... Ну, это как фестиваль будет? Да, да, фестиваль, там за первое место, призовые места будут. Ну, самое главное, как они нам говорят, главное, чтобы общение, потому что мы соседи, и у нас цели одни. Ну, наверное, в этом вообще есть, да? В общении и каком-то времяпрепровождении нам очень интересно. Понятно. Роман, спасибо, что пришли к нам сегодня и ответили на наши вопросы. Всего вам хорошего, удачного объединения. И новых, естественно, открытий. Спасибо, новых эмоций. А я напомню, что сегодня в нашей студии был Роман Макаров, участник квадроклуба «Ноябрьский проходим сын». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова